Портал Банки.ру приветствует вас. Здравствуйте, я Елена Ищеева. Пути, по которым должно пойти наше государство, дабы преодолеть последствия мирового финансового кризиса, активно обсуждаются на нашем портале. Заочную дискуссию в рамках формата «Частные мнения» ведут известные персоны из мира экономики, политики, бизнеса. Сегодня мой собеседник, доктор экономических наук Андрей Нечаев. Здравствуйте, Андрей Алексеевич. Добрый день. Насколько мне известно, в начале 90-х годов вы были министром экономики России. Правильно, да? В 91-м, 93-м. Если бы в тот момент произошел вот такой коллапс, что бы вы предприняли в первую очередь? Вы знаете, Лена, если бы в тот момент ситуация была такой, как сейчас, я был бы абсолютно счастливым человеком. Потому что она была тысячекратно хуже. Я был не только министром экономики, но и заместителем председателя так называемой валютно-экономической комиссии правительства, которая, собственно, делила остатки валюты. Так вот, когда мне сообщили, что все валютные резервы правительства составляют 25 миллионов долларов, ну, сейчас, согласитесь, это... Всего лишь стоит добавить, да? А золото, собственно, золотые резервы снизились в три раза. Ну, согласитесь, сейчас это такой капитал среднего, даже не крупного, а среднего банчика. И еще раз говорю, таких примеров могут быть сотни. К счастью, у людей плохая память. И многие уже забыли, скажем, состояние полок магазинов в конце 91-го года, как люди дрались там за кусок сыра или каких-то мороженых костей под названием суповой набор и так далее. Поэтому тогда ситуация была, конечно, совершенно несопоставима и тысячекратно хуже. Тогда бюджет финансировался на 90% за счет эмиссии, ну и так далее, и так далее. Что бы я сделал сейчас? Ну, во-первых, я бы постарался не сделать того большого, на мой взгляд, количества ошибок, которые совершила наша власть, в том числе и финансовые власти, которые, безусловно, усугубили то кризисное состояние, в котором оказалась российская экономика. Хотя по макроэкономическим, по крайней мере, параметрам, накануне кризиса она выглядела вполне прилично. И могло казаться, что кризис нас, ну если не минует, то, по крайней мере, ну так как-то легко коснется таким перышком. И помните, были такие тезисы о том, что вообще Россия это тихая гавань. И помните, в начале кризиса у нас же была даже официальная формулировка, что это временные финансовые трудности на фоне глубокого экономического кризиса на Западе. Ну, я думаю, что сейчас ни у кого не вызывает сомнения, что у нас кризис не только не менее глубокий, а, пожалуй, более глубокий, чем на Западе. Могу привести только одну иллюстрацию. Скажем, наши базовые индексы типа индекса РТС или ММВБ снизились где-то на 75% от пиковых значений в мае. При том, что источник кризиса на самом деле американская экономика, там, скажем, базовый индекс Доу-Джонс больше чем на 30% никогда не падал. И обвального падения не было ни на европейских рынках, ни на большинстве... Даже в момент обострения, да? Да, даже в момент обострения. Не на большинстве азиатских рынков. Поэтому, ну, давайте просто посмотрим, как, собственно, кризис к нам перебежал. Две основных причины или два основных приводных ремня. Ну, первое, тут мы, наверное, ничего не могли сделать. Это высокая зависимость нашей экономики от сырьевого экспорта. И когда произошло сокращение спроса и падение цен на основные наши экспортные товары, соответственно, снизился приток валютной выручки в страну, снизились прибыли этих компаний, снизились доходы бюджета, ну и дальше все покатилось. Но был же и второй момент. Это колоссальная долговая нагрузка, которую набрали российские компании. В том числе российские банки. И в первую очередь государственные. 40% корпоративного долга, который где-то на 1 июля, вот на начало, как бы, кризиса, составлял порядка 480 миллиардов долларов. Это были долги государственных компаний и государственных банков. Перед Западом? Перед Западом. Возникает у меня лично два вопроса. Вопрос первый. Почему же государство, которое, собственно, владеет этими компаниями, а почему оно разрешало им брать так бездумно эти кредиты, закладывая свои акции, закладывая лучшие активы российской экономики в качестве обеспечения? Вопрос второй. А вообще логична ли схема, когда мы средства стоп-фонда и золотовалютные резервы размещаем там? Ой, не начинайте эту тему. Под низкие проценты, потому что надо размещать консервативно. А наша же госкомпания, то есть наше же государство левой рукой, берет там эти деньги, но под более высокие проценты. Мы не создали систему рефинансирования центральным банком коммерческих банков. Фактически деньги поступали в экономику почти исключительно под покупку валюты. Вот лился этот золотой дождь нефтедолларов. Центральный банк для того, чтобы, сейчас, наверное, он с радостью вспоминает эти времена, для того, чтобы не дать доллару слишком упасть и снизить тем самым конкурентоспособность наших товаров, он в массовых масштабах, как мы знаем, скупал эту валюту. В итоге по золотовалютным резервам мы вышли на третье место в мире, что действительно предмет законной гордости. И вот, собственно, все рефинансирование российской экономики шло вот таким образом. Только под покупку валюты. Система, которая, скажем, существует во всем мире, Федеральная резервная система США. Помните, как всегда внимательно весь мир следит, когда заседает Совет управляющих Федеральной резервной системы и решает, что он будет делать с учетной ставкой. Потому что для всего мира это означает, что деньги станут либо дешевле, либо дороже. У нас ставка рефинансирования – это некий такой общий индикатор, такой месседж, такой очень неявный, что ну вот мы бы хотели, чтобы деньги стали дороже. Или мы считаем, что с инфляцией все в порядке, поэтому мы позволим им стать немножко дешевле. А нормальная система рефинансирования, когда центральный банк приходит к так называемому кредитору последней руки и получает там под эту учетную ставку деньги, у нас такой системы не было. И нет сейчас. Мы ее стали создавать сейчас, колес, в ситуации острейшего кризиса, когда понятно, что сделать ее эффективной нельзя. Банкиры и некоторые политики в кулуарах подтверждают – деньги есть, но нет команды выдавать кредиты никаким предприятиям, ни большим, ни малому бизнесу. Правда ли это происходит так или нет? И к чему это может привести? Потому что нет команды, а без команды не дают. Без команды не дают – это правда. Я не думаю, что нет команды или есть как бы обратная команда – не давать. Безусловно, наше правительство, вообще наша власть крайне озабочена ситуацией тем, что деньги не дошли в реальный сектор, и ситуация ухудшается, и уже на пороге достаточно серьезные социальные последствия этого кризиса. Вот смотрите, председатель банка, даже государственного банка, у него вообще в уставе написано, что главная цель его деятельности – это прибыль. Вот теперь смотрите, у вас есть альтернатива. Или переложить деньги в долларовые активы, которые бурно растут, в смысле курс доллара, и получить гарантированно 50, а при удачном сочинении встать, может быть, и 100 годовых прибыли. Кредиты такой прибыли не то, что не могут дать, они могут дать никогда. Да, что вас никто не возьмет, у нас нет таких бизнесов уже сейчас, это не 90-е годы, которые бы дали там 100% рентабельность, чтобы можно было там 70% отдать в качестве платы за кредит. Ну и все. Разберите. Он принимает абсолютно логичное решение – не кредитовать предприятие, тем более, что риски кредитования растут, потому что положение заемщиков действительно объективно ухудшается. Дальше он не благотворительная организация, он должен заложить свою маржу. Ну вот и получается там 25%, под которые, в общем, а никто брать не хочет, а тот, кто берет, повышает риск невозврата. И вот мы бегаем по этому заколдовому кругу. Поэтому что надо было бы делать? Технологий есть достаточно большое количество. Например, так называемые спецсудные счета, которых деньги можно использовать только целевым образом. Так называемые целевые лимитные аукционы, когда деньги не просто так выдаются банкам под честное слово и доброе имя, а именно под целевым образом, под кредитование реального сектора. Совсем простая схема, совсем простая схема. Не понимаю, почему она не применяется, вот искренне не понимаю. Банк на свой страх и риск выдает клиенту кредит. У Центрального банка есть огромное количество документов, огромное, они мучили нас годами этим, по оценке активов, по оценке рисков, систему управления рисками и так далее. Если это суда соответствует заданным критериям, например, качество ее не ниже удовлетворительного, Центральный банк дальше автоматически этот кредит рефинансирует. Все. Ну, наверное, банк еще должен переступить право требования на случай своего банкротства Центральному банку, чтобы он не был в общей толпе кредиторов. Все. Все. Деньги пошли в реальный сектор. Как боретесь с антикризисными настроениями? Ну, вот вы знаете, я в празднике, например, меня одно издательство попросило написать книжку. Это никакой не учебник, не профессиональная книжка. Это вот, ну, как бы последние годы нашей экономики, как мы пришли к этому кризису, как надо бы из него выбираться, какие мы наделали ошибки. Пока есть рабочее название «горячая экономика», но что-то пока меня смущает. Когда ожидать выход в свет? Надеюсь, что где-то в конце февраля, Бог даст, она увидит свет. Первый министр экономики России давал нам сегодня интервью в рамках программы «Частное мнение». Благодарим вас за эту встречу. Спасибо.